Впрочем, благоприятным должен быть и инвестиционный климат. Это стало темой обсуждения крупного совещания с участием полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Оно прошло сегодня в Казани, но прежде полпред посетил центр нанотехнологии, о чем договорились губернаторы ПФО в следующем сюжете. В самом успешном бизнес-инкубаторе России полпреду президента рассказали, как в течение всего двух-трех лет начинающие предприниматели, иначе стартапы, полностью формируют свой бизнес. И уходят в самостоятельное плавание. Так только в прошлом году благодаря технопарку «Идея» было создано 755 новых рабочих мест. Большой интерес Михаила Бабича вызвал и центр нанотехнологии. Здесь полпреду продемонстрировали новейшее оборудование и представили наиболее перспективные проекты татарстанских разработчиков в сфере наноиндустрии. Татарстан по праву занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе по условиям ведения бизнеса и поддержки инвестиционных проектов, отметил полпред президента уже на заседании в Ратуше. У республики есть не только колоссальный опыт, но и признание как на федеральном, так и на международном уровне, сказал Михаил Бабич. Татарстан является сегодня лидером по инвестиционному климату, по комплексу мер государственной поддержки, по подходам органов государственной власти и лично руководства республики в развитии инвестиционного климата на территории региона. В своем докладе на совещании президент Татарстана отметил, что в целом по ПФО наблюдается положительная динамика по всем макроэкономическим показателям. Так, валовый региональный продукт по округу в этом году 7,5 триллионов рублей, а к 2015 году он должен достичь 10 триллионов рублей. Объем привлеченных иностранных инвестиций сейчас 8 миллиардов рублей. Через три года должен вырасти до 13 миллиардов. Мы должны приглашать инвесторов как из-за рубежа, так и российских инвесторов. У нас должны появляться новые заводы, фабрики. Ну и серьезная поддержка нужна с федерального центра. То есть инвестиции так просто не идут. Кроме законов, нормативных актов, еще надо как-то создать инфраструктуру для инвестора. И здесь мы очень нуждаемся поддержки федерального центра. Сейчас в Приволжском федеральном округе работают около миллиона представителей малого и среднего бизнеса. И чтобы облегчить им жизнь, нужен закон о государственно-частном партнерстве, а также порядок деятельности индустриальных парков и их господдержки. Не говоря уже о механизмах по авансированию целевых субсидий и повсеместному внедрению правила одного окна. Нужны четкие регламенты в работе. Административные барьеры, несовершенство налогового законодательства, недоступность кредитов и недостаточная государственная поддержка. Таковы, на взгляд, участников совещания основные проблемы сегодня бизнесменов в России. Только совместными усилиями представителей власти на всех уровнях можно кардинально изменить эту ситуацию и улучшить инвестиционный климат в регионах. Инна Данилова, Илья Савельев, Вести, Татарстан.